На ранних торгах в понедельник единая валюта попыталась возобновить восходящую динамику против американского доллара, используя позитивный настрой рынка, установившийся после очередной пресс-конференции Марио Драги. На подъеме пара протестировала ключевой уровень сопротивления 1.34, зафиксировав при этом новый 10-месячный максимум на отметке 1.3404. Тем не менее, подняться выше валюте не удалось. Жесткий отпор продавцов на этом уровне, а также слабые показатели промышленного производства в еврозоне, вновь потерявшие в ноябре 0,3%, после октябрьского падения производства на 1%, остановили рост пары и развернули ее на снижение. На откате евро-доллар вернулся к уровням закрытия пятницы, а далее начал вяло корректировать это снижение. Попытка быков использовать коррекционный откат и активизировать восходящую тенденцию также не удалось. Не добравшись до предыдущего максимума, пара сформировала двойную вершину и от уровня 1.3394 развернулась на снижение. Рынку явно нужен катализатор для начала активного движения, так как предшествующий рост валюты по-прежнему не соответствует слабой макроэкономической статистике региона. Отсутствие такого драйвера усиливает риски полномасштабной нисходящей коррекции евро. В этих условиях появление на вершине подъема характерной японской свечи доджи на дневном таймфрейме, а также еще незавершенная фигура голова и плечи, образовавшаяся на часовом графике, предупреждают о возможном изменении направления ценового движения пары. В связи с этим в нашем прогнозе на вторник предполагаем развороты снижения курса единой европейской валюты первоначально к уровню 1.3347. В случае пробоя уровня снижение продолжится далее к целевым уровням 1.3321, 1.33, 1.3270 и 1.3252. Возобновление подъема валюты станет актуальным только в случае преодоления уровня 1.3404 и закрепления пары над ним.